Добрый день! Нашел в кладовке старую рисоварку Пользовались ей примерно 2-3 раза в жизни А потом забросили И хочу проэкспериментировать заварить рис в ней с бобами Она состоит из кастрюли, рисоварка, потом фотку добавлю Главное правило, здесь можно варить любую крупу Главное правило 1 к 2 Но люди обычно варят Сначала отваривают рис или гречку А потом уже начинают соус туда добавлять или специи Я поступаю всегда по-другому То есть добавляю изначально Чтобы крупа напиталась вкусом И как делают плов, допустим Итак, 1 к 2 Значит так, мы берем вот эту вот штуку Ставим в рисоварку Наливаем туда 2 кружки воды Любую мерную чашку можно брать Обычная чашка Значит 2 воды у нас будет Раз Два Будет у нас Одна кружка обычного Недлинного округлого риса Самый дешевый рис я купил Одна кружка лиса Я даже еще не включал эту рисоварку Подчеркиваю Тут много осталось Сейчас подчеркнем Водички Небольшая перестановочка Итак, вот сколько у нас примерно получается Там китайцы умеют как-то пальцами считать Сколько выше, сколько ниже Не промывал рис Добавляю фасоль Можно мясо добавить Но я просто полбанки вот этой фасоли добавлю По барабану какая Даже не знаю какая Это фасоль не в томатном соусе Но Просто обычно фасоль Уже готовая, можно сказать Полбанки на кружку риса Хватит, я думаю Это в холодильник пока На одного человека На себя готовлю Так что Вот так Ну и естественно вкус добавить Хочется немножко поострее Из-за этого мы добавляем Смесь перцев Любую Просто я самую дешевую беру Смесь перцев Немножко отдельно черного перца Молотый черный перец Смесь трав Опять же Ну есть в смеси трав Под рис Под плов Кому что нравится Также забучиваю туда Молотый чеснок Молотый чеснок Обожаю Сушеный чеснок Гранулированный Добавляю вообще ко всему Рыба, мясо, картошка Что угодно Все с молотом чесноком С гранулированным чесноком Естественно солю Прямо сразу Все делаю Посолили Но пересаливать тоже не надо Потому что Помешали Я делаю все то Что говорят Что этого делать нельзя Но поверьте мне Я надеюсь Что это будет вкусно В конце мы увидим Вкусно это или нет Накрываю крышкой Тут принцип Как И нажимаю кнопку Тут одна кнопка Всего Тут смысл какой Сначала она Добавится до определенной Температуры Дальше эта кнопка Перещелкивается наверх И она начинает томиться Эта штука Как бы Для приготовления супов Очень хороша Борщи Представьте Вы можете Закидать туда Овощи, фрукты Офу, фрукты Допустим Борщ Как приготовить Нарезали По-быстрому Лук Там Все Все что нужно Для борща Туда закидали Конечно Лучше обжарочку Еще небольшую Сделать Из лука С мясом Или С салом Или с ветчиной Ну что У кого И тоже ее туда кинули Поставили Оно нагреется Лампочка Вот у меня работает Потом она Вверх поднимется И начнет томиться После того И лучше Два часа Чтоб она Потомилась И тогда Все будет Очень вкусно Естественно Ставим на паузу И ждем Не выкипела Здесь все по-быстрому Дих-дих-дих И пошел Своими делами Заниматься За это Я очень люблю Электропечку Свою Сейчас я вам ее Покажу Малоземов Кстати Про Похожую Снимал Обзор Обычная Кинул туда Куру Обсыпанную Специями Поставил На 40 минут Все Через 40 минут Она у тебя Великолепная Кура Можно овощи Добавить Но тогда Надо будет Просто Немножко Рассчитать Подольше А это Очень старая Штука Очень старая Рисоварка И это Как бы Отец Основателей Будущих Уникальных Этих В которых Сейчас все Делают Все Что угодно Но изначально Все это Начиналось С рисоварки Вот Именно Под крупы Заточенные Посмотрим Через Час Вот эта Кнопочка Вверх Поднимется Примерно Через Минут 40 Когда Температура Дойдет Примерно До 95 Градусов Из-за этого Я Всегда Делаю В кипяченой В воде В рисоварке Но это Было Последний раз Лет 10 15 Извините Посмотрим Как она Работает Естественно Перед Началом Эксплуатации Я ее Помыл И так далее От пыли Избавил Будем ждать Ускоренное Смысла Нет Ставить Поставлю Вам То что Будет Ближе К теме Прошло Прошло 10 минут Рисоварка Работает Вот у нее Какое Меню Она Булькает Издает Какие-то Звуки Жужжит Что у нас Там Внутри У нас Там Все Кипит И это Хорошо Мы не будем Ничего Останавливать Я надеюсь Что оно Все Само Остановится Ну иначе Все Сгорит Посмотрим Пар идет Не знаю Виден ли Пар Вот так У меня Оборудована Кухня В моих Латят Квартире Здесь У меня Пластиковые Всякие Гаджеты Это Железки Для Моей Любимой Электрической Печки Тут Еще Немножко Гаджеты Тут Наживилки Сода Здесь Пакетики Со специями Кофеварка Которая Кофе Как она Джафа Или Джава Я не знаю Как она называется Горшочки Горшочках Иногда Готовлю В духовке В электродуховке Вот она Ниже Находится Обожаю Моя Любимая Делает Все Быстро Качественно Здесь Чайничек Здесь Рисоварка Теперь устроилась Только сегодня Поставил Потому что Я только сегодня Приехал Привез ее С другой Квартиры Кофеварка Тоже покажу Обычная Плитка Раньше Двойная Электроплитка Была У меня Газа нет В этой Квартире Рис Рис Который Мы сейчас Делали Бумажки Фигашки Это Внизу Все максимально Оптимизировано Здесь Микроволновка Которой Я практически Не пользуюсь Ну а Холодильник Размерами Как Холодильник В гостиничном Номере Вот Но зато Вид из окна Мама Приезжала Яблок Собрала И груш Потом Уехала Я приехал Через месяц Яблоки В идеальном Состоянии Вид из окна На шикарнейший Канал Сейчас вам Наверное Не видно Резкость У меня Автоматом Не меняется Сейчас я вам Резкость Вот Мост Через канал Извините Если резкость Пропадает И вот Сам канал У меня Небо Сегодня 28 Октября Примерно 6.20 Вечера Липая Латвия Приехал я С другой стороны Мама расположила Посуду Всякие Что я покупал Сувенирные Для саке Чайные Вот так Негде хранить Вот сюда Привезли Ну главный Вид Из окна Это Все А как же Наш Рис Смотрим Кипит Кстати Это Лошечка Стоит на нижнем Еще Она еще Вверх не поднялась А когда Вверх поднимется Там Будет оставаться Всегда Одна и та же Температура И он Будет Томиться Также Можно Закладывать Сюда Рыбу Мясо И при Длительном Томмлении Рыба Мясо Пропитается Крупами Вот Рисом Допустим Гарниром И будет Очень вкусно Очень вкусно Итак 35 минут Прошло Посмотрим Счетчик Поднялся Вверх Вот Эта Штука Она Была Внизу Вот Поднялась Вот Так Вверх А вот Бобы Рис При Вас Пробую Блин Только Приехал Три месяца Не был На этой Квартире Забыл Где Что Лежит Ну вот Посмотрим Подгорело Ли Нет Все Чисто Но Рис Рассыпчатый Достаточно Все Чисто Аромат Бешеный Но это Из-за Специи Естественно Все Горячо Очень Но Очень Вкусно В этот Момент Надо Добавлять Остренький Либо Надо Добавлять Либо Соевый Соус Либо Сливочное Масло Я Побегу За Сливочным Маслом Ну вот Такой Простейший Рецепт Я Выложу Прям Таким Да Кстати На Рисоварке Лампочка Горит Он Будет Томиться И Может Подгореть Так что Поэтому Необходимо Взять Его И Снять Вытащить Основную Корзинку Из Рисоварки Тяжело Это Делать Одной Рукой Потому Что Второй Снимаю Сейчас Попытаюсь Думя Это Сделать При этом Снимать Не Это Извращение Какое Снимаю Или Она Будет Все Время Греть Не Знаю Это Очень Старая Рисоварка Не Могу Вам Ничего Сказать Я Тупо Сейчас Из Розетки Еще 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 Продолжение следует...